Миллиораторы Дагестана завершают ремонт гидротехнических сооружений в Бабаюртовском районе. Реконструкция магистрального канала имени Дзержинского началась еще в 2013 году. По проекту в том числе необходимо очистить русло от иловых наносов, укрепить борта, а также провести капитальный ремонт на нескольких десятках гидротехнических сооружений. Что уже сделано, что еще только предстоит, расскажет Раим Абдулаева. У эти дни идет масштабная реконструкция магистрального канала имени Дзержинского в Бабаюртовском районе. Протяженность этой крупнейшей водной артерии республики 100 километров. Он предназначен для забора воды «Истерика». Орошает более 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Хасавюртовском-Бабаюртовском районах. В том числе и отгонные земли 22 горных районов республики. У нас из 467 тысяч гектаров пашни, более 270 тысяч гектаров составляют миллиаридные земли. И преобладая 75% всей нашей производимой сельхозпродукции, тоже производится на миллиаридных землях. Поэтому мы принято такое решение через миллиардацию. В первую очередь возродить и поднять наше рисоводство, увеличить площадь и подрис, увеличить урожайность рисов. Потом второе у нас ставится вопрос нашего зернопроизводства. Интересно, что канал был вырыт еще в 19 веке. До дынешних размеров русло, которое начинается на территории Чеченской республики и тянется до самого Аграханского залива, было расширено уже в середине прошлого века. Раньше его чистили вручную. Масштабная реконструкция магистрального канала имени Дзержинского началась в 2013 году. Задача – очистить русло от иловых наносов, укрепить борта, а также провести капитальный ремонт на нескольких десятках гидротехнических сооружений, чтобы наладить пропускную способность воды до 45 кубометров в секунду. В настоящее время завершаются работы на 40-м пикете в районе населенного пункта Мусататауни. Также на севере Дагестана у нас сосредоточено около 230 тысяч гектаров вращаемых земель. Мы, соответственно, на всех направлениях, Кизлярском районе, Тарумовском районе, Ногайском районе идут подготовительные работы к поливному сезону. И мы можем гарантированно сказать, что к началу поливного сезона, к тому времени, когда сельхозтоваропроизводитель будет уже заявлять свои желания, мы готовы будем подавать воду. За время проведения очистки выше по течению урожайность зерновых и бахчевых на подвешенных землях увеличилась в разы. Площадь рисовых чеков в Ваюртовском районе порядка 2000 гектаров. Идет сейчас реконструкция воды, которая идет через Яксайку, через Хасаюртовский район, который обеспечит, есть селение Геметебе, там охватывается водой, будет охвачено водой 1500 гектаров. Земель, которые в настоящее время не обрабатываются, но в этом году будут обрабатываться. Масштабные работы в эти дни проводятся на всех 52 оросительных системах республики.